Всем привет! Сегодняшнее видео это эксперимент, своего рода челлендж. Мы хотим проверить, насколько возможно в Новой Зеландии, в Окленде зимой одному человеку прожить на 5 новозеландских долларов в день в плане питания. Сюда будет входить завтрак, обед и ужин. Сейчас мы отправимся в супермаркет и закупимся на рабочую неделю с понедельника по пятницу. Соответственно, наш бюджет будет составлять 25 долларов. Единственное, что не будет входить в нашу корзину, это соль, перец и растительное масло. Подразумевается, что это у вас уже есть. Мы постараемся сделать нашу корзину как можно более питательной, полезной и разнообразной. Насколько у нас это получится, мы посмотрим дальше. Сейчас давайте поехали в магазин. Итак, закупились мы в супермаркете. Вот эта вся корзина, которую вы видите, обошлась нам 25 долларов. Если быть точными, то сейчас я скажу. Это все стоило 24,97. Вот я сразу покажу чеки. Ой, полетает. Ладно, чеки покажу попозже. Вот, значит, мы купили хлеб, баночку сливок, лук, апельсин, чай, морковку, два банана, пачечку яиц 6 штук, немножко картошки, яблоки, половина капусты, пачку вермишельки, пачку сыра. Также мы купили из мяса. Мы купили печенку. В Новой Тиланде очень дешевая печенка. Потом мы купили несколько куриных филе и сосиски. Пришлось три раза докупать, потому что в Новой Зеландии у нас здесь не взвешиваете вы на месте, вас все взвешивают на кассе, поэтому мы докупали. Первый чек, значит, у нас вот он. Тут все цены, чтобы было видно, что... Ну, мне оббанываем, это все действительно стоит 25 долларов. Второй чек. Давай, подержу их, а то они улетят. У нас что-то ветреный сегодня. Да, вот это у нас второй чек. Я докупала немножко морковку и яблочки. И третий чек. Еще мы докупили яблочки. Вот, и общая сумма получилась 24,97. Вот, так что сейчас мы отправляемся домой и начнем готовить. Итак, мы приехали домой. Перед вами вся корзина на столе. И я хочу немного пройтись по ценам, чтобы было понятно, что сколько стоит. Итак, значит, вот такой кусочек печенки стоит 2,65. Здесь 396 грамм. Это телячья печенка. Затем 6 сосисок нам обошлись в 3,48. Здесь 464 грамма. Затем вот такие 2 филе куриные. 2 куриных филе. 328 грамм за 7,99. Затем пройдемся по овощам. Половинка капусты обошлась в 2,39. 2 банана 0,35, 35 центов. Морковка 2 штучки за 45 центов. Затем, что у нас еще здесь? Лук. 1 лук вот такой небольшой. 31 цент. 3 картошки. В кулечке здесь 3 картошки. 0,75. 75 центов. Здесь 251 грамм. Затем хлеб. 1 доллар 19 центов. Вот такая бутылочка сливок. В 2 доллара 9 центов. 6 яиц. 2,49. Целая пачка пасты за 99 центов. Чай. За 89 центов. Так. Вроде бы все сказала. Всем доброе утро. У нас первый день и первый завтрак. И начинаем мы с чая. Будем готовить сосисочку с яйцом. Будем тост с сыром делать. В общем, сосиска у нас такая вот. Со вкусом свинины написано. То есть, да. Сразу хочу отметить, что сосиска написана со вкусом свинины, но это означает, что нет мяса. В мясе там 60 процентов мяса, что в принципе, но... Для таких недорогих сосисок очень неплохо. Так, остальное мы убираем. Сосиски. Обжаривается сосиска. Мы достанем хлебушек наш. Назелаем тостик. Тостик. И положим потом на него сыр. Она даже, видишь, из этого кейса не вылезла. Может, проткнуть, чтобы она не стрелялась в эту мотину. Лоплется, потому что все. Добавляем яйцо. Сосиски так должно быть с такой видой фигней. Так. Вот, да. Вот, да. Один или два? Я думаю, два, там достаточно. Ну... Сколько здесь кусочков? Двенадцать кусочков. Угу. Вот такой у нас получился завтрак. Яйцо, сосиска, тост и чай. Итак, сейчас мы будем готовить суп. Для этого нам понадобится одно филе, две картошечки, половинка лука, морковка. И мы отрежем половинку капусты. От этой половинки. Продолжение следует... 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 начинаем жарить но опускаем сюда чтобы хлеб хорошо впитал яичную смесь вообще нам мне кажется несколько получится еще и польем сверху будет мне кажется можно еще сделать зачем у нас останется осталось чтобы хлеба нам на неделю хватит там целое там еще один это жарится и соответственно можно сделать еще один ну два только без банан это отдельный я высказываю и так как у нас осталась еще эта смесь можем сделать просто игре открытые так скажем все производство конечно будет так завтрак номер два готов это вот такие аппетитные гренки с банана без сахара что полезно и чашка чая вот этот завтрак у нас получился тоже неплохой я уже съел вкусненько я попробовала кстати тост бананом очень вкусный и сладкий такое впечатление что там есть сахар но там сахара нет достаточно питательная и сладко вкусно чаем черненьким запили очень хорошо сегодня на обед суп куриный да можно еще сегодняшний обед куриный суп и гренки день 2 2 ужин всем доброе утро очередной завтрак сегодня у нас вареное яйцо мы сварим сразу два чтобы было на сегодня на завтра и так вот такой вариант завтрака на сегодня это тост сыром вареное яйцо чай куда мы можем добавить сливки если вы любите чай со сливками сегодня на обед куриный суп и хлеб так сегодня на ужин у нас печенка в сливочном соусе отварной картофель и хлеб сегодняшний вариант завтрака у нас в принципе такой же как вчера только мы добавим сюда еще апельсинку и в принципе все а чай уже без сливок потому что сливки закончились вот такой вариант итак у нас четвертый день нас будет салат из капусты и морковки и также у нас осталось одно филе мы его сейчас разрежем на две части и будет у нас такие как биточки на сегодня и назад кочерыжку не будем есть детстве я помню самое вкусное было которую капусту на даче огороде выращивали это кочерыжка здесь я не рекомендую если что-то по детстве по детству соскучился есть кочерыжку потому что проводили некоторые товарищи тестировали этим дозиметром который по поводу пестицидов или еще как называется нитратов да и вот именно в кочерыжке естественно содержится они потому что на полях выращивать все таки и удобрения кладут салатик практически готов зимний новозеландский салат так мы сейчас добавим туда немного перца и соли также маслица у нас семейка вообще соль практически не ест мы очень мало потребляем перец и другие приправы да соль мало подготовим сковородку для нашего филе так можно немножко отбить лоточком но это по желанию очень плоский но в принципе можно и вообще не отбивать кто как любит все добавляем туда соль перец соль немножко перца и все вот очень даже питательным получился салатик с кусочком куриного филе кому нужно можно добавить еще кусочек хлеба так сегодня готовим ужин на ужин у нас омлет из двух яиц да и сосиски и салатик у нас еще остался нет я не буду соль добавлять только перец добавлю сосиски соленые после завтрака сосисок я понял что они соленые поэтому мы только добавим перец и мы добавим сливки так в этот раз я решил сосиски нарезать вот кстати можете посмотреть что внутри 500 раз перемолотые фарш с добавлением да это ну это недорогие сосиски скажем самые дешевые скажем так не сам там были еще дешевле а и 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 кормящий, зачем их 3,48? Филе куриное можно было бы промолоть и сделать котлетку. Ну, в общем, это один из вариантов сосиски. За эти деньги, в принципе, да, можно купить куриное филе. Либо на развес, может быть, ножки. В общем, что-то куриное. Итак, омлетик. Сюда можно добавить, у нас же еще есть сыр. По желанию, можно сверху еще плавленый сыр сделать. Сосиски. Так, и вот, что у нас получилось. Также можете добавить хлеб, если вам надо. Итак, наш последний завтрак. Это два тоста с сыром, яблочко, банан и чашечка чая. Приятного аппетита. Наш следующий обед. Сейчас будем жарить оставшиеся сосиски. У нас как раз остались 3 штучки. Немножечко взять и разрезать. Сосиски будут просто а-ля хот-дог. Жаловать, конечно, что у нас нет соуса. Никакого, но... Зато есть сыр. Зато есть сыр. Жарим. Так, сосиски приготовились. Мы их складываем сюда. Так, да. И, кстати, еще салатик. Салатик можно положить как вовнутрь, так и отдельно кушать. Да. То есть так заворачиваем. Там сыр расплавляется, очень вкусно. Но горячее надо подождать. Ну да. Пробуем творение неизвестных мастеров кулинарных новозеландских. Горячее. Ну. Не, лучше прикуску салат. Неудобно, да. Очень даже неплохо. А-ля хот-дог. Да. Салатик помогает, чтобы не было сухо, так как не хватает соуса. Сыр. Чтобы вы знали, вот еще добавь сюда жареного лука. И это будет еще один шедевр кулинарии Новой Зеландии. Сегодня у нас это кусочек филе, салатик и кусочек хлеба. В конце нашей готовки хочу показать, что у нас осталось. Осталось больше половины пачки вермишельки, где-то четверть пачки хлеба, достаточно много чая и несколько ломтиков сыра. Это все переходит на следующую неделю. Итак, и в заключении этого видео мы хотим поделиться своим впечатлением про наш эксперимент. Я буквально, если ко слов скажу, я готовила и пробовала. И могу сказать, что спокойно на 5 долларов в день одному человеку можно прожить. Если у вас ограниченный бюджет, и может быть вы студент или какое-то время вам нужно поэкономить, то в принципе можете питаться нормальной едой. И у вас будут и фрукты, и овощи, и мясо. Я считаю, что вполне возможно, если есть такая необходимость. Да, проесть, прожить точнее можно на эти... И причем это не выживание, а вполне себе можно себя держать в тонусе. С тем количеством калорий и вообще еды, то что потребляется. Конечно, это нелегко. Тем более, если ты уже привык есть чуть по-другому. Более дорогие продукты, более, так скажем, разнообразные продукты. Немножечко скудновато, конечно же. Да, но нет разнообразия, нет каких-то вкусняшек. Но если действительно такая необходимость есть, бывают разные ситуации в жизни, то это вполне себе можно сделать. Да, и мы старались покупать такие продукты, чтобы это не были банки, потому что, конечно, легко пойти закупиться банками. Пакетиками, банками, нудлсами, да. Ну, это не еда. Это такое, я считаю, неправильная еда совершенно. Так что, в принципе, если готовить, то вполне можно прожить. Да. Целью этого видео было не показать, что можно выжить или выживаемость какая-то, да, или себя в какие-то рамки постоянно ставить. Целью было действительно показать, а можно ли на 5 долларов в день жить, нормально жить или нет. То есть, это даже не челлендж, это, наверное, какой-то проверка, эксперимент вообще. Не над собой эксперимент, а эксперимент над корзиной продуктов. Да, так что давайте порассуждаем на эту тему в комментариях. Что вы думаете по поводу тех продуктов, что мы купили, по поводу тех блюд, что мы приготовили, и вообще, что можно купить у вас, и можно ли в вашей стране прожить на 5 новозеландских долларов в день, например. Из всех, если честно, из всех блюд, что мы готовили, из того, что я потреблял, из того, что я ел, самое невкусное, наверное, было это действительно сосиски эти. Хотя они со вкусом мяса, там и мясо вроде есть, они называются вкусом мяса, но они настолько перемолотые, там настолько соя, там еще что-то, что вкус, конечно же, не каждодневный. Где-то на каком-то пати или на какой-то благодарительной акции, конечно, можно такую сосиску съесть, но покупать я такие вещи себе не буду. Хотя, как говорят, от сумы, от тюрьмы не завекайся, поэтому кто его знает, как жизнь повернется, мы не знаем. Ну да, на сегодня у нас все. Если видео понравилось, обязательно поставьте пальчик вверх. Мы с вами прощаемся. Берегите себя и питайтесь правильно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok